Работа тяжелая. Прихожу на поле в 6 утра, ухожу в 6 вечера. Приходится весь день ходить в поле согнувшись. Спина болит. Хлопок срывает с жестких кустов руками, так что руки тоже устают. Да и духота днем стоит невыносимая. Хлопок одна из самых трудоемких сельхозкультур в мире. Высокое качество он сохраняет только если собран руками. Опытная работница, такая как Фируза Саидова, в день набирает немногим более 100 килограммов. Но ее труд ценится слишком дешево. Выходит всего 6-7 долларов в день. Но работать надо. У меня пятеро маленьких детей. Другой-то работы и нет. Денег, получаемых с поля, хватает только на самое необходимое. К тому же работа сезонная, с сентября по ноябрь. Хватает на муку, масло, обувь детям в школу. Очень мало удается отложить на зиму. Ну, так оживем. На поля идут не только заплаты. И работницам разрешают после сбора урожая корчевать гуза пая, ветки и кусты хлопчатника. Их используют вместо дров. Ведь в Таджикистане лесов нет, а зимой чем-то отапливать дома нужно. Владельцы небольших участков в один-два гектара земли сажают хлопок иногда только ради кустов. Для тандыра также используем эти гуза пая, чтобы хлеб печь. А хлеб мы печем практически каждый день. И кустов нужно много. Мужчин на полях практически нет. Большинство сельских представителей сильного пола на заработках в России. И вернутся они уже ближе к концу сбора урожая. Женщинам помогают в основном их дети. Но все матери настаивают, что они приходят только после занятий в школе. Мне помогает моя старшая дочь. Ей 10 лет. Она приходит ко мне в поле после школы. Сейчас немного подрастет вторая дочь. Тоже будет помогать. С каждым годом посевы хлопчатников в стране сокращаются только за последние 4 года примерно на 15%. До 180 тысяч гектаров. Дихканам, таджикским крестьянам хлопок приносит все меньше прибыли. На мировом рынке цены продолжают падать. При этом растет стоимость удобрения, которое нужно завозить. Своего производства в стране нет. Несмотря на все свои недостатки, хлопок остается одной из основных сельхозкультур в стране. Проблем с реализацией нет. Заводы, перерабатывающие сырье волокно, покупают его у Дихкан в любых количествах. Вот только стоимость труда все ниже и ниже. Анушервон Арипов, Насин Исамов. Настоящее время. Таджикистан.